Ну что, уважаемые друзья, я снова приветствую вас на нашем канале новых технологий. С вами Юля, и сегодня я буду говорить о компании Nokia, которая представила новый планшет T20, попавший в ценовую категорию до 270 долларов. Нас давно просили сделать обзор на доступные модели планшетов, и наконец-то мы созрели. Итак, дорогие друзья, Nokia T20 – это первый планшет, созданный компанией HMD Global под брендом Nokia. И для своей ценовой категории T20 готов предоставить пользователю все необходимое для комфортной работы, учебы и развлечений. Это и яркий экран с отличной четкостью изображения, емкий аккумулятор и длительная поддержка Android с двумя годами обновлений операционной системы и еще год патчей безопасности. Но еще несколько плюшек, о которых я и буду сегодня говорить. Сам планшет имеет интересный дизайн и прочную конструкцию, где экран защищает закаленное стекло, а корпус выполнен из алюминия. Кстати, дорогие друзья, надежность всегда отличала все устройства производства Nokia. В планшете заявлен IPS LCD экран, диагональю 10,4 дюйма и разрешением 1200 на 2000 точек. Яркость заявлена в пределах 400 нит, и имеется сертификация защиты глаз от влияния синего света. Но и можно отметить еще и хорошую цветопередачу самого изображения на экране. Что касается камер, дорогие друзья, то учитывая их разрешение, основная на 8 и фронтальная на 5 мегапикселей, то их главное предназначение будет обеспечить фотосъемку документов и показать вас во время видеозвонков. Также интерфейс камеры не блещет разнообразие. Будут только три режима авто, портрет и видео. В настройках нельзя будет выбрать качество фотоснимков и нет ручного режима. Но зато будет цифровой зум, вспышка, функция распознавания лица пользователя и автофокус. А вот в качестве железа, дорогие друзья, будет использоваться очень редкий в наших краях чипсет Unisoc Tiger T610, который выполнен по технологии 12 нанометров и имеет 8-ядерную компоновку с максимальной частотой ядер до 1,8 ГГц. За графику будет отвечать чип Mali-G52 MP2 с частотой 614 МГц. В Antutu планшет набирает менее 200 тысяч баллов, но учитывая, что устройство предназначено для интернета, видео и повседневных задач, то этих баллов вполне хватит. Можно ли играть и в игры на планшете? Конечно можно, так как платформа Android сама оптимизирует настройки игры так, чтобы она работала достаточно гладко на устройстве. В дополнение будут идти 4 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4X и накопитель на 64 ГБ стандарта MFC 5.1 и можно будет докупить скоростную microSD объемом до 512 ГБ. Еще один плюс Nokia T20, дорогие друзья, это его аккумулятор на 8000 мАч. А вот минусом будет поддерживаемая зарядка на 15 Вт, а это почти 3 часа для заряда с нуля. Но производитель пошел дальше и в комплект поставки положил зарядное устройство на 10 Вт. На полной яркости планшет продержится в пределах 6 часов. При яркости 200-250 нет и можно продержаться при средней нагрузке до 12 часов. Видеосвязь и игры займут 6-7 часов и интернет с видео в пределах 10 часов. Что касается оболочки, дорогие друзья, то планшеты имеют чистый Android 11. Одним из плюсов Nokia T20 является наличие интегрированной библиотеки Google Kids Space. Это приложение для детей, которое предоставляет доступ к другим программам, литературе и видео, чтобы ребенок творчески развивался. Само приложение функционирует параллельно с профилем Google, чтобы родители могли осуществлять контроль посредством Family Link. Но еще к плюсам новинки, дорогие друзья, нужно отнести наличие стереодинамиков с технологией OZO Playback, которые и обеспечат объемное звучание. Теперь коммуникации. Звонить с планшета нельзя, но принимать смс можно. Модуля NFC нет, как нет компаса и сканера отпечатка пальца. Но есть разблокировка экрана по лицу пользователя, Wi-Fi 802.11, работающий в одном диапазоне, Bluetooth 5 версии, модуль LTE и системы GPS и A-GPS. Также доступны будут два микрофона, 3,5 мм аудиоразъем и порт USB Type-C. Размеры аппарата будут 247,6 на 157,5 и на 7,8 мм, правда вес не указан. Ну что, дорогие друзья, подведем итог. Нужно учесть, что это первый планшет, созданный компанией HMD Global под брендом Nokia. Будем снисходительны. Из плюсов можно отметить большой красочный экран, стереодинамики, большой емкость и аккумулятор, чистый Android 11 и приемлемую стоимость. К минусам отнесем комплектную зарядку на 10 Вт. Что касается среднего процессора и отсутствия модуля NFC, то первого с головой хватит для повседневных задач, на что и рассчитан этот планшет. А модуль NFC, как для меня, уместнее смотрится все-таки в смартфонах, нежели в больших планшетах. Так что смотрим и определяемся. Ссылки на продажу этого аппарата, если таковые уже есть, мы разместим в описании под этим видео. Ну а на сегодня все. И я как всегда не прощаюсь с вами, уважаемые друзья, а говорю до следующего обзора на нашем канале. Не уходите от нас, обязательно подпишитесь тех, кто еще этого не сделал, не забывая при этом нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новинок. Ставьте лайки, комментируйте и оставайтесь с нами. С вами была Юля и канал новых технологий. Всем пока-пока!